Всем привет! Сегодня 23 февраля, Московская область. И прежде чем заниматься огородными делами, я хочу поздравить мужчин с Днем Защитника Отечества. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, а работа приносит желаемые плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи! С праздником вас! А я сегодня хочу посеять часть петунии. Вообще эти цветы начинаю высевать с 25 февраля, но в этом году очень мало свободного времени. Поэтому решила разделить. Сегодня высеваю каскадную, а числа 25-26 февраля я посею крупноцветковую. В этом году мало у меня сортов, всего лишь 5 видов, но этого мне будет достаточно для выращивания в кашпо, в озонах, подвесных горшках. Однолетних цветов у меня небольшое количество, потому что в этом году я создаю очень большой миксбордер с большим количеством растений многолетних. И все силы будут направлены, конечно же, туда. Но вырастить такую красоту я не могу себе отказать, хотя бы в небольших количествах. В этом году у меня петуния от Биотехники. Я никогда не выращивала цветы от этой фирмы. Будем пробовать. Это серия Мами Лилак Перл каскадная, очень красивый нежный цвет. Мами Уайт каскадная. И Опера Суприм Ред. Вот такая красота. Вообще петуния всегда высевала в одну большую плошку, потому что сорта гибриды у меня были попроще. Семян там было минимум 30 штучек в пакете. Здесь же Биотехника заложила всего лишь 5 штук. Поэтому большую плошку брать нет смысла. Буду высевать по 5 штук вот такие маленькие плошечки. Я их, конечно же, подписала. Здесь у меня торф Агробалт. И я добавила совсем небольшое количество в эту смесь вермикомпоста. Смешала. Пролила, конечно же, все-таки я любым, можно пролить биологическим биофунгицидом. Это так на всякий случай. Все. Земля у меня здесь влажная. Теперь просто беру. Семена заложены в капсулу. Они дрожжированные. Их всего лишь 5 штучек. Очень мало. Но я надеюсь на хорошую схожесть. Посмотрим. Так, да, ровно 5 штук. Все. И я просто беру. К сожалению, у меня нет пинцета. Я люблю брать пинцетом. Но сею я в деревне. Мы приехали в деревню. И здесь у меня вообще ничего нет под рукой. Такие спартанские условия. И аккуратно раскладываю. Все. Семена, конечно, очень хорошо видно. Они в желтой драже. Я слегка семена надавливаю. И, между прочим, драже сразу рассыпается. Слегка их вдавить в землю. Вот так получается. Видите, у этой драже вообще уже рассыпалось. Вот. Вот и, собственно говоря, весь посев. Накрою крышкой. Вот так. И уберу под лампы. Под лампы я поставлю только вечером. Все. В посеве петуни особо ничего сложного нет. Смотрите, уже оболочка практически вся разрушена. Почва влажная. Сейчас я ничем сверху не поливала. Вообще, эта почва-смесь была мной приготовлена с вечера. То есть, пролито все было сделано с вечера. Накрываю крышкой и убираю в теплое место. А уже вечером, когда приеду в город, я поставлю под лампы. И сегодня я еще распикировала, рассадила точнее. Это овсяница, голубая кочка. Я ее сеяла 21 января. И вот так она теперь выглядит. Рассадила я по две штуки. Потому что каждую сажать в горшок, ну, нет столько горшочков. Это горшки пол-литровые. Вот видите, она уже такая красивая у меня. Ну, сантиметров, наверное, уже по 8. Такие самые крупные. Может, даже около 10. И вот так по две штучки посадила. Получилось у меня 5 горшочков. Это я выращиваю для своего миксбордера будущего. Вот так. В принципе, неплохо. Неплохо выглядит. И я вообще думала, что ничего у меня не получится. Но ничего. Хорошо. Так она выглядит. Я ее сегодня тоже в квартиру заберу. Поставлю пока там. Пока у нас очень такие темные дни. Очень темные. Вчера солнышко было. А до этого прям вот как вечер целый день. И пока все это стоит под лампами. Но в будущем, буквально там с полмесяца, наверное, все это еще постоит в квартире. И все я буду вывозить сюда в дом, в деревню. Овсяницу, цветы еще у меня там будут. И чтобы место не занимало. Потому что в марте уже буду сеять такие основные культуры, как томаты, перцы, баклажаны. И чтобы все это не мешало, я буду вывозить все это в деревню. И будет у меня стоять. Потому что у меня здесь большие окна. Не будет здесь подсветки. Окна громедные. Света будет достаточно. Ну и в доме уже есть тепло. Тем более. Поэтому все будет стоять здесь. Все. У меня на сегодня работа окончена. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok